Погода, которая установилась в Самарской области, так и шепчет. Пора отправляться на тихую охоту. Но прежде чем положить красивый гриб в корзину, стоит убедиться, что это не приведет к отравлению. Мы с ребятами от меня отбывать собираем грибы. Я всякие грузди люблю, обожаю грузди. Если какие-нибудь непонятные грибы, я близко не подойду. Лучше 10 раз переспрошу, что это такое, прежде чем пожарить, что-то с ним сделать. А так, обычные грибы люблю, опяты, всякие рожики. Грузди больше всего. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за 6 месяцев этого года грибами отравились 35 жителей региона. К сожалению, одного из них врачам спасти не удалось. Основные причины, которые на протяжении последних лет наблюдаются, это употребление в пищу грибов неизвестных. Также приобретение грибов у граждан, либо в нестационарных предприятиях торговли. И нарушение условий приготовления, кулинарной обработки. Специалисты советуют не только не срезать незнакомые грибы, но и серьезно подойти к выбору места тихой охоты. С детства нам известно, что около трасс, около автодорог грибы собирать не нужно, потому что они, как адсорбенты, впитывают в себя все тяжелые металлы, в частности свинец, и все, что есть у нас на дорогах. И это как раз-таки опасно пищевыми отравлениями. Также не стоит покупать грибы, в том числе консервированные, вне магазинов и официальных рынков. Следует помнить, что грибы не любят ждать, когда их обработают и, как правило, портятся в течение суток. Кроме того, лесной деликатес не рекомендуется употреблять в пищу детям до 10 лет и людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, так как блюда из грибов ими плохо усваиваются. Светлана Тимофеева, Григорий Прешаков. События.